Наполнить бюджет за счет легализации доходов – главная задача областной государственной администрации. На первом аппаратном совещании в должности губернатора Максим Степанов заслушал отчет о поступлении средств и трудоустройства населения. Информация, предоставленная чиновниками, подтвердила известный факт – значительная часть экономики остается в тени. Показатели поступления в бюджет растут и выглядят, в общем, внушительно. Если разобраться в деталях, оказывается, до нужного результата еще далеко. Чтобы выполнять все эти задания, которые перед нами стоят, нужно сначала наповнивать бюджет. Потому что ни про какие финансирования будь-яких социальных программ, социальных объектов, инфраструктурных объектов не можно говорить, пока нема нормального бюджета. У нас колоссальные резервы, чтобы все эти резервы могут быть залучены. Я впевнен, что они могут быть залучены без будь-яких, скажем так, репрессивных методов. Финансовые резервы области связаны в первую очередь с неукоснительным соблюдением закона. А тут у нас, как всегда, проблема. Как следует из доклада первого заместителя губернатора, нужна политика Кнута и Пряника с привлечением прокуратуры. Есть такие порушения, как и знижение нормативно-грешевой оценки, как и не перезаключены договоры аренды. А самая большая проблематика у нас на сегодня в области, тобто земля, используется без належного оформления договоров аренды. Это, как говорят, сплошь и рядом в каждом районе нашей Одесской области. Для предпринимателей и физических лиц скрывать доходы стало нормой. Один из вариантов оформления работников на мизерную зарплату. Большую ее часть выдают наличными мимо кассы. Среди таких минимальщиков – 3000 граждан, занимающих руководящие посты. Они уж точно люди не бедные. Загальна кількість населення області працездатного віку становить 1 млн 460 тис. осіб. Розподіляється, якщо брати за групами зайнятості, то офіційно працюють з цією кількості 558 тис. Суб'єкти підприємництва 207 тис. студенти 70 тис. та 98 тис. Тобто працездатне непрацююче населення області становить 608 тис. тис. осіб. Що становить 41,6% відсотка від загального кількості працездатного населення Одеської області. Скільки із цих 41% роботає нелегально – не установлено. Но понятно, що значительна частина роботоспособного населення області получає зарплату в конвертах. Другого выхода у людей нет. Платить по-белому работодатели отказываются. Дело не только в жадности. Таковы реальные условия выживания украинского бизнеса. Второй вопрос повестки дня – незаконное строительство и государственный контроль за градостроительной деятельностью. Судя по докладу заместителя директора областного ГАСКО, самострой идет полным ходом как в Одесі, так і в районах області. В частности, распространилась практика возведення многоквартирних жилых домов посреди частного сектора. В Одесі є таке, як будівництво, коли будують индивідуальний житловий будинок, але на місці индивідуального житлового будинку виростає багато виховий житловий будинок. І це не така практика присутня. Вони взагалі отримують місто будівні умови, потім ведеться будівництво і продажу квартир. Одне із таких зданий на уліце Кастанди, построене при попустітельстві городської власні, должны снести по рішенню суда. Моя позиция, то есть закон должен быть выполнен, да, то есть если есть по законодательству соответствующий контроль за строительством этого здания, то это законодательство должно быть выполнено от начала и до конца. Тем более, если есть решение судов, ну, значит, решение суда тем более необходимо исполнять. Губернатор потребовал до конца недели предоставить список всех самостроів в Одессе и сельских районах, включая 100-метровую запретную зону на побережье. Глава области высказался за продолжение работы открытого его предшественником Центра обслуживания граждан на проспекті Шевченко. Учреждення должно получить статус коммунального предприятия і пополнять бюджет. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.